Какими были немецкие поселения на территории Самарской губернии? Что происходило с немецким народом на Самарской земле с 18-го и до 21-го века? Есть ли среди волжских немцев выдающиеся деятели науки, культуры и искусства? Об этом рассказывают историки, музейные работники, педагоги, студенты и даже школьники на научно-практической конференции, посвященной российским немцам. У нас темы разнообразные, то есть все, что связано с немцами, причем зачастую немцы не только те, которые переехали жить по приглашению еще российских императоров в разное время, но и, например, немцы на управленческом, то есть те, которые появились после Второй мировой войны в качестве военнопленных, помогали строить. Конференция посвящена 170-летию Самарской губернии и 30-летию регионального центра немецкой культуры «Надежда», который стал одним из инициаторов проведения конференции, наряду с Национальной национальной культурной автономией Самары и Государственным институтом культуры, при поддержке городской администрации. Работа наших национально-культурных центров, которые осуществляют свою деятельность на территории городского округа, заключается не только в проведении каких-то культурных мероприятий, культурно-массовых мероприятий, национальных праздников, это еще и бережное сохранение тех крупиц культуры, которые были переданы предками нашим современникам. Среди выступающих были докладчики не только из Самарской области, но и из Новосибирской Костромы. Они подключились по видеосвязи через интернет. Конференция транслировалась в онлайн-формате и для зрителей. Все, кому интересна история немецкого народа на Самарской земле, могли присоединиться и послушать выступление. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.